Всем привет, друзья! Дима Даниэль, Скалска, Болгария. 15 января, 23 год. Старый Новый год закончился. У нас на улице сейчас ноль, влажно, сыренько, солнышко. А я не знаю, будет ли сегодня солнышко. Где-то будет сегодня, наверное, плюс 4-5 градусов. Вошли в, так сказать, такую осень, зима, непонятно что. Ждем дожди и ждем снег. Ожидают после 25 января. Да, друзья, вчера здорово провели стрим. Спасибо, кто участвовал. Было очень интересно. И жду ваши комментарии по поводу стрима, как продолжаем, будем ли продолжать и какая периодичность. Окей. Друзья, давайте поговорим, как купить дом в Болгарии, как купить участок в Болгарии. Друзья мои, это никакой не мастер-класс. Это просто такие советы, рекомендации от человека, который, ну, достаточно немножко, но в этом понимает. И понимает всю технику, всю правильность и начало подхода от момента поиска до завершения. Сейчас мы не будем говорить о каких-то юридических аспектах, моральных аспектах. Почему мы хотим купить, зачем мы хотим купить в Болгарии, почему мы хотим переехать. Это мы уже сейчас не обсуждаем. Было много видео, видео продолжаются, и сейчас этот аспект у нас не в теме. Итак, вы хотите приобрести дом или участок в Болгарии. Не квартиру, не апартаменты. Дом или участок. Почему вы хотите это сделать? Неважно. Вы это хотите, вы пришли к этому мнению, вы подошли к покупке, у вас есть деньги, вы готовы. Сейчас про оформление документов, визы Д, ВНЖ, мы на это тоже не обращаем внимания. Это не главная тема, не об этом. Итак, вы определились с местом, все, вы знаете ваш регион. Давайте вот мы сделаем такую некую симуляцию, что вы хотите купить дом и участок в районе, предположим, Габрово, наш регион. Просто это пример. Никакой привязки ни к чему. Я не принуждаю и не привлекаю в наш регион людей. Сами люди, каждый решает за себя, где и как ему купить. Мы сейчас говорим, как правильно это сделать, как совершить наименьшее количество ошибок, что немаловажно. Поэтому самое главное первое правило, друзья, забудьте, как это происходит в вашей стране. Никаких стереотипов. А вот у нас в Израиле, вот покупка происходит так. Нет, друзья мои, забудьте про Израиль, про Америку, про Германию, про Россию, про Украину и другие страны. Забудьте. Этого нет. Это совсем другая страна, это совсем другая ментальность, это другой рынок и другое понимание рынка. Поэтому все, не ставьте какие-то. Вот мы в Израиле покупаем так. Нет, уберите, не надо. Вы покупаете в Болгарии, господа Болгарии. Поэтому давайте понимать, как мы ищем недвижимость в Болгарии. Покупка дома в селе. Итак, первый самый простой вариант. Вы уже были в Болгарии или вы не были в Болгарии. Вы пришли к этому. Все. Как вы начинаете искать сайты недвижимости? Сайты недвижимости, которых большое множество. Их очень много. Информация разная. Вы прежде всего знаете Emotibg, еще что-то BG, еще что-то BG. Давайте пример. Простой пример. Сейчас вы заходите на любой сайт недвижимости и пишете Skalsko. Skalsko, Болгария. Skalsko есть еще и в Чехии, кстати. Поэтому не ошибки. И в этот момент перед вами выходит предложение, что сегодня продается в Skalsko. А объекты есть, конечно. Зайдите и проверьте меня. Сейчас в Skalsko продается дом за 170 тысяч евро. Какой-то дом за 20 тысяч евро. И какая-то гостиница за 150 тысяч евро. И еще какие-то предложения. Посмотрите, что недавно сделал я. Я также зашел на сайт недвижимости в Skalsko. Посмотрел. Вижу дом. Вижу участок. Вижу, что продает риэлтор. Ну, в принципе, все просто. Что мы делаем дальше? Дальше. Мы смотрим телефон риэлтора. Мы смотрим электронную почту и пишем ему письмо. Что сделал я? Сделал то же самое. Через 15 минут мне перезвонил риэлтор. Мы с ним пообщались на болгарско-английском языке. Я сказал, что мне интересно. Я бы послушал, я бы посмотрел. Никаких проблем. Я тебе перезвоню завтра. И покажу, и приеду. Друзья мои, завтра у нас уже продолжается где-то недели две. Вот он рынок. В принципе, риэлтор же должен быть заинтересован. Да ему нет. Он не перезвонил. Почему? Нет ответа. Вот это разница в рынке. Если в Израиле риэлтор будет за вами бегать и пытаться вам там все продать, все, что можно побыстрее, чтобы вы купили сделку и чтобы вы остались довольны, в Болгарии немножко не так. И с этим я сталкиваюсь уже не первый раз. Второй пример. Есть агентство недвижимости в Габрово. Известный регент. Такое знаменитое, наверное. Ну, где-то буквально неделю назад я написал им письмо на электронную почту. Выбрал самого лучшего там брокера, который мне понравился по картинке. И написал, что меня интересует недвижимость загородная в районе Габрово. Друзья мои, да уже прошло 8 дней, да никому это не интересно, никто мне даже не ответил. Вот это рынок. Вот это болгарский рынок недвижимости. Почему? Я до сих пор не понимаю. Почему такой подход? Вроде они хотят продать, а вы хотите купить, а ничего не получается. Еще пример, друзья мои. Когда я приехал, через месяц было интересное предложение. Участок в самом Габрово. Участок в самом Габрово. Я связался с риэлтором. Мы со Светланой подъехали в городе Габрово. Нет, он даже не встречался с нами, честно я вам скажу. Мы созвонились. Он сказал, вот участок есть здесь. Скинул нам точку локации. Сказал нам стоимость. Сказал, что цена не изменится. Участок был, по-моему, тысяча чем-то, тысяча сто метров. Пятнадцать тысяч лев. В черте города. Мы со Светочкой поехали. Мы зашли на этот участок. Посмотрели, прогулялись. В принципе, на тот момент эта сделка нас устраивала. Ну, я как человек такой серьезный, быстрый. Я тут же связываюсь с адвокатом. Тут же связываю риэлтора с адвокатом. Адвокат проверяет документы и говорит, Дима, а участок-то он вообще не под жилищные постройки, сельхозцы, земля. Ты понимаешь, что ты хочешь купить чего? Площадочку или еще что-то? Риэлтор мне это не сказал. Окей. Я звоню риэлтору. Говорю, друг мой. А как? Он говорит, не волнуйся. Не волнуйся. Я в течение недели, если ты хочешь, я говорю, я куплю. Если мы фиксируем цену. Если ты хочешь, я в течение недели, друзья мои, переделываю вот эти документы. У меня там знакомые есть связи в мэрии Габрова. Я говорю, ну, прекрасно. Ты переделаешь документы, позвони адвокату, дай адвокату документы, что ты все переделал. И мы продолжаем разговор и делаем сделку. Никаких проблем. Что дальше, друзья? А ничего. А тишина. И никто ко мне не вернулся, и ему это неинтересно. Не знаю. Но вот это рынок. Вот это бизнес, который, в нашем понимании, его так не ведут, а здесь это нормально. Окей. Вы понимаете уже, о чем идет речь? Вот. Вот так. Значит, вот так сайты недвижимости. Какие рекомендации я могу вам сказать? Ну, прежде всего, если вы уже точно определились с регионом, мы сейчас говорим про наш регион Габрова. Найдите там знакомых. Желательно русско- и болгарскоязычных. Которые могут позвонить и спросить за вас. Потому что если вы в Израиле, в Германии или в Америке, как вы будете звонить, это неудобно. Более того, господа, очень и очень немаловажно. Внимательно это слушайте. Когда вы напрямую звоните собственнику или риэлтору, все прекрасно понимают, что вы не болгарский гражданин. И в этот момент, друзья мои, начинается самое интересное. Цена меняется. Не важно, сколько хотят на сайте. Болгары. Вспоминая бум покупок англичан много лет назад. Когда англичане, которым называли цену, которые видели цену в левых. Там, предположим, 10 тысяч лев. Им втирали эти участки и дома по 10 тысяч евро. Наживали бешеные деньги. Бешеные на самом деле. Потому что те мили просто вот есть участок, он покупает, есть земля, он покупает, есть апартаменты, он метет. И если есть возможность заработать намного больше, почему это не сделать? Поэтому здесь вот так. Когда звонит чужестранец, собственник, слыша акцент, риэлтор, слыша акцент, все, чик, красная лампочка, Доллары в глазах закрутились и вас просто пытаются загрузить. Может быть, немножко в наглую. Понимая, что вы ничего не понимаете. И в надежде, именно в надежде, что вы, да, купите это намного дороже. Они не думают, что вы проверяете, что вы не совсем дурак. Они надеются, что вы купите намного дороже. Я это слышал не один раз. Это я не придумал. И мне это сказали, что, ой, Дима, а что ты хочешь? Звонит иностранец, цена растет. Потом решим, потом поторгуемся, пока зарядим. А может купит. И бывает, что покупают. Вот после израильских цен на недвижимость, и за 500 тысяч долларов купить что-то, это, ну, не так хорошее что-то, в Израиле за 500 тысяч долларов вы не купите. Вы не купите дом с участком, с маленьким в Израиле, за 500 тысяч долларов и за 500 тысяч евро не купите. Рынок такой, израильцы. И израильтяне слышат, ой, 28 тысяч евро, 40 тысяч евро, дом. Все, да что такое 40 тысяч евро для израильтянина, который прожил 30 лет. У него там накопление уже по пенсионных, или в кубышечке отложены эти деньги. Фигня, ну, фигня, ребят, 20 тысяч евро для человека, который прожил 30 лет в Израиле, ну, нет, наверное, тех, кто это не накопил. Тяжелым трудом. Им как, ой, как все дешево. Берем, берем, берем. И пошла волна. И пошла жесть. Поэтому определились с регионом, регион Габрова. Нашли каких-то знакомых. Желательно болгароговорящих. Или русскоговорящих, у которых есть болгароговорящие друзья. Чтобы болгароговорящий друг, приятель, позвонил и спросил первым. И желательно, чтобы он умел разговаривать еще правильно. Это очень, ну, это один из способов. Поэтому рассмотрите этот вариант. Если у вас никого нет, это тоже нормально. Попробуйте поискать. Далее. Вам некого искать, у вас никого нет. Вы в Израиле. Желательно, опять же, пообщаться с вашими друзьями или знакомыми. И узнать, есть ли какой-то проверенный, надежный риэлтор. Который уже совершал какие-то сделки с вашими знакомыми или друзьями. У меня в регионе, у меня в Габрове есть такой хороший знакомый. С прекрасным русским языком. Который порядочный риэлтор. Есть такой. Мы как-то съездили с ним, посмотрели пару объектов. Очень интеллигентный человек и порядочный человек. Да, он возьмет свои 3% за сделку, естественно. Конечно, он должен взять свои 3% за сделку. Ну, это нормально. Риэлтор должен заработать деньги. Ну, я точно знаю, что он возьмет 3%, но он не прибавит еще к стоимости 20%. Еще там 20%. Что это? Собственник продает за 20%. Риэлтор долбит 24%. Втирает за 24 вам и вы ему еще 3% и 750 евро. Прекрасно. Все довольны. Доволен собственнику, продав свою недвижку. Доволен риэлтор, заработав 4. И доволен риэлтору еще, заработав еще 3%. Ну, а вы довольны? А вы не знаете. Вы вообще истоки не поняли. Вы тоже довольны. Ну, пока не узнали, что вас еще грузанули на несколько тысяч евро. Внимательно это надо подходить. Поэтому здесь рекомендации, друзья. Рекомендации надежных, проверенных людей. Важно, супер важно. Окей. Далее. Нету у вас никого. Вот нету. Извините. Нету у вас никого. Что делаем? Есть выход. Мы приезжаем в то же Габрово. Находим физически 3 агентства недвижимости. И идем в это агентство. Опять же, желательно, чтобы с вами кто-то шел, который уже какое-то время прожил в Болгарии. Который умеет разговаривать хоть как-то. Чтобы риэлтор, оценив, что вы пришли с человеком, который понимает сразу отсечь ему, что тут не получится нам загрузить. Тут все-таки кто-то что-то понимает. Вот. Это тоже отличный вариант. Мы сейчас рассматриваем несколько вариантов. Если так, то так. Если не так, то так. И если не так, не так, не так, то значит так. Ничего не покупать сразу. Ничего не покупать сегодня. Даже если вам очень понравилось. Это очень важный фактор, господа. Самое главное, никуда вообще не спешить. Еще один вариант, который можно рассмотреть. Вы приехали в район Габаров. Вы покатались, вы катаетесь, смотрите села, объекты. Сами тратите свои деньги, бензин. И думаете, я крутой, я все куплю. Да нет, друзья мои, вряд ли. Ваша крутость это только Гималайские горы. Вот. Поэтому нет. Главное, чтобы кто-то был знакомым. Есть ситуация, что вы приезжаете в село. Самое лучшее зайти в местный магазин. Познакомиться с продавщицей, хозяйкой магазина местного. Спросить у нее. Найти КМЕТа. КМЕТа это мэр в переводе каждого населенного пункта. С ним поговорить. Друзья мои, здесь никто не отменяет правила. Какого-то бонуса. К МЕТ есть. Можно подойти. Но опять нужен язык. Нужно, чтобы кто-то с вами шел, улыбнулся и с ним поговорил. Сказал, слушай, братан. Мы знаем, что у вас есть что-то на продаже. Вот посоветуй, пожалуйста. Порекомендуй. Мы купим. А с нашей стороны, если все пройдет прекрасно, то пределы нашей благодарности будут исчисляться. Вот там X сумма. 500 евро, например. Ребят, за 500 евро он вам поможет. Или за 300 евро. Я так образно говорю. Заинтересуйте человека. Ну, опять все проверять. Это вам поможет. Это отличный совет. Ну, самое главное, но никуда не спешить. Поверьте мне, в любом селе в Болгарии что-то обязательно продается. В любом. Вопрос, что продается и за сколько. Здесь не надо. О, вот, ребят, объектов очень много. Всегда есть кто продает и кто покупает. А самое главное, что я вам скажу, что если вы думаете, что вы где-то найдете джекпот и купите то, что стоит 30 за 20 или то, что стоит 50 за 40, то это вряд ли. Это быстрые сделки. Эти объекты недвижимости, которые хотят люди продать быстро, поверьте мне, они не успеют даже выйти на доски объявлений. Потому что, либо, если вот я сейчас захочу продать свой дом быстро, по какой-то причине, значит, я должен поставить определенную правильную стоимость. Ну, заряжу я за него сейчас 55 тысяч евро. Да кто его купит? Я могу вот повесить объявление. Вот продается такой-то дом. Вот так-то так-то. И пусть оно висит себе на досках. И хочу столько-то. Много. Оно будет висеть, мне будут звонить, спрашивать, обращаться. Но есть цена-качество и купят ли? Не знаю. А может купят. Вот очень многие болгарские продавцы надеются на то, что будет джекпот и у них это купят. Ну, пусть ждут. Или купите быстро. Поэтому здесь, ну, вот так все просто. Поэтому нету подарков, нету быстрых сделок. То, что вам хотят показать, это уже на досках. Следите, сколько времени объявление висит. Оно может висеть уже 5 лет. Или 3 года. Или позавчера. Не спешите с какими-либо покупками. Итак, доски объявлений в вашем Сусте. Только Сусте регион. Не ищите везде объявления. Выбрали место. Поиск. Если выбрали район Габрово. Поиск Габрово. Ну, не ищите Габрово и Варму. Не ищите Габрово и Санданский. Или Банска. Вы не сможете физически ездить и смотреть. Потому что вы должны учитывать еще логистику. Что вам нужно ездить, смотреть, тратить свои деньги. Спать, ночевать, кушать. Бензин и машина. Если вы потратите... У вас бюджет 25 тысяч евро. А вы тратите на поиски 2000 евро. Друзья, 10% вы уже потеряли. Важно. Вот, если что-то непонятно, еще раз пересмотрите видео. Здесь есть лайфхаки, которые вам помогут. Обязательно помогут. Спрашивайте в комментариях. Разговаривайте с болгарами. Спрашивайте у друзей, которые живут в Болгарии. Прожили здесь много. Я не риелтор и не буду искать кому-то недвижимость. Я просто рассказываю, как правильно это сделать. Так недавно мы купили нашим друзьям дом в нашем селе. Сделка еще не закончена, поэтому не озвучиваю стоимости, что, как и почему. Когда все закончится, если мои друзья согласятся, мы, конечно, озвучим и расскажем. Потому что я принимал непосредственное участие, и я гарант этой сделки. Поэтому здесь мне волноваться нечего. Здесь все идет четко, по плану, проверено. Очень все проверено. Все будет хорошо в этой сделке, я знаю. Приятен Дэн. Пишите отзывы, комментарии по поводу вчерашнего стрима. Очень важно мне. And you... Have a nice day, my friends, from another country, United States, Canada, Australia, Germany. Welcome. Welcome to my channel. Ciao, ciao.